Специалисты Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета совместно с индустриальным партнером нефтяной компании «Татнефть» провели испытание мобильного полевого лазерного спектрофлуориметра. Она представляет собой конструкцию, в которой мы моделируем условия пласта, делаем модель нефтяной залежи и уже подействуем на нее определенными реагентами и используем определенные технологии, которые разрабатываются в нашем центре «Татнефть». Установка была создана в рамках проекта по государственной поддержке развития кооперации российских вузов, научных учреждений и производственных предприятий. Перед исследователями была поставлена задача по разработке мобильного прибора для отслеживания специальных реагентов, так называемых трассеров, закачиваемых в скважину при парогравитационном дренаже. Мы разрабатываем тепловые методы повышения нефтя отдачи. Эти методы основаны на том, чтобы воздействовать теплом на нефтяную залежь. За счет этого тяжелые углодороды, которые находятся, становятся более подвижными, уменьшается вязкость и, соответственно, за счет этого их можно добывать. Полевые испытания проводились на Нижнекармальском поднятии Черемшанского месторождения и оказались успешными. Прибору удалось зафиксировать, что на месторождении присутствует стоквод, ведущий к залежи. Мы работаем с компаниями над несколькими проектами. Один из них – это проект разработки Ашевчинского месторождения, компании Татнефть, которые имеют большие залежи тяжелых методов. И вместе с ними мы работаем над тем, чтобы повысить эффективность нефтеизвлечения за счет применения катализатора. Несмотря на положительные результаты, решено провести дополнительные исследования. Однако уже подведенные итоги могут быть учтены при разработке гидродинамических моделей. Артем Тыпичкин, Универньюз.